Дорогие студенты, сегодня мы проводим очередное наше занятие по дисциплине социология и политологии. И сегодня мы берем с вами седьмую тему нашей дисциплины. Тема занятия звучит так. Экономика, глобализация и труд, здоровье и медицина. Перед вами представлен план занятия. Основными задачами нашего сегодняшнего занятия является рассмотрение экономики, социализации труда как социологической проблемы в нашей дисциплине. Понять, почему социология труда является предметом рассмотрения социологии. И также показать, что здоровье и общество являются также социологической проблемой. Какая существует между ними взаимосвязь и проследить основные этапы развития этих проблем. Второй вопрос у нас звучит. Глобализация, интернационализация экономики, противоречия, последствия. Этот вопрос взят в связи с тем, что трудовые отношения, проблема труда тоже переживает свою глобализацию. И поэтому мы сегодня рассмотрим первый и третий вопрос, а этот вопрос вынесем на наше семинарское занятие. Итак, попрошу вас записать тему урока, план урока. И прежде чем начать рассмотрение первого вопроса, я хотела бы обратиться к литературе, которую мы будем с вами использовать. Конечно, на сегодняшний момент достаточно много, существует обширный материал о данной проблематике. Но я хочу обратить ваше внимание на те издания, которые имеются в нашем библиотечном фонде. Это прежде всего основы социологии, где рассматриваются проблемы, прежде всего здоровья человека, как социологической проблемы. Показаны различные точки зрения современной западной социологии. Поэтому это вы можете найти в данном учебном пособии. И также теория социологии, второе пособие. Здесь подробно рассматриваются различные точки зрения именно на экономическое развитие общества. Проблемы экономики, экономики труда, социологии труда. В данном случае в этом пособии приводятся точки зрения, начиная от Карла Маркса, Георга Зиммеля, Дюргейма, неомарксистов и многих других. Здесь освещены проблемы капитала, рынка, производительных сил, труда как основной категории и многое другое. Поэтому вы можете воспользоваться также этой литературой, где вы найдете все необходимые пояснения по данной проблематике. Ну и переходя к первому вопросу, говоря о предмете экономики и социологии труда, я хочу сказать, что социология настолько обширная наука, что она имеет огромное количество междисциплинарных связей. Мы уже с вами знаем это с первых занятий. В данном случае наша тема не исключение. Почему? Потому что в системе наук о труде существует достаточно много дисциплин, которые совершенно самостоятельны, но в то же время они взаимосвязаны. Я хочу указать на такие дисциплины, как управление персоналом, физиология труда, психология труда, теория менеджмента, статистика труда, экономическая теория, демография, этика деловых отношений, трудовое право, социология труда и так далее. Вот в этой связи два последних предмета, а именно, которые я осветила, экономика труда и социология труда, объединены одним общим названием – социология. И это не случайно, поскольку эти две дисциплины объединяют очень много общества. Это много общего. Это предмет исследования, а в первую очередь это объект исследования, методы и многое другое. Говоря о социологии труда, прежде всего хотелось бы сказать, что это отрасль социологии, которая изучает типичные процессы, которые находят свое выражение в отношении человека к труду, его социальной активности, взаимоотношения к людей и социальных групп производственных коллективов. Социология труда также исследует поведение работодателей и наемных работников в ответ на действия экономических и социальных стимулов. В узком смысле социология труда нужно понимать именно так. Таким образом, предметом изучения экономики труда являются экономические отношения, возникающие в обществе, в различных коллективах, на конкретных предприятиях, в процессе использования труда. Предмет изучения социологии труда являются социальные отношения и социальные процессы в сфере труда. Социология труда изучает проблемы регулирования социальных процессов, мотивации трудовой деятельности, трудовой адаптации работников, стимулирование труда, социального контроля в сфере труда, сплочения трудового коллектива, планирования и регулирования социальных процессов в сфере труда. Все-таки объектом изучения дисциплины экономика и социологии труда является все-таки труд. Говоря о социологии труда, социология труда является одним из основных направлений социологической науки, помимо тех других, которых мы уже с вами знаем на сегодняшний момент. Здесь мы уже сказали, что объектом социологии является вся совокупность фактов, процессов, явлений, составляющих трудовую деятельность. Предметом социологии является трудовая деятельность или труд. Труд является предметом изучения, как особое социальное, то есть общественное явление. Да, действительно, труд это социальное явление и в то же время достаточно автономная система социальных связей, действий, взаимодействий и отношений. Действительно, это подчеркивают огромное количество исследователей, поэтому все-таки социология труда, вернее, труд, опять-таки является под пристальным наблюдением и рассмотрением социологии. Ну, также, помимо того, что мы говорим, что труд является предметом изучения социологии труда, это позволило определиться ей в отдельную дисциплину, которая так и называется, социология труда. Ну, и, как любая дисциплина, она имеет свои отрасли. Вот, отрасляли социологии труда являются социология организации, социология профессии, социология производственного коллектива, социально-психологические исследования трудовой деятельности. То есть, в рамках этой дисциплины мы, как бы, уделяем место каждому компоненту, в который вступает человек, а именно в трудовые отношения. Ну, и говоря о том, что любая дисциплина имеет свои категории, я хотела бы сказать, что в социологии труда также имеются свои категории. Но сначала мы введем с вами от общих категорий и понятий, к ним относятся разделение труда, кооперация труда, квалификация кадров, миграция населения, стимулирование, социально-трудовые отношения. Также имеются экономические категории и понятия, которые характерны именно для экономической теории, и вы их прекрасно знаете. Это рынок труда, организация труда, тарификация работ и рабочих, аттестация персонала, тарифная система, фонд оплаты труда, нормы времени, затраты на производство рабочей силы, заработная плата и производительность труда. Да, действительно, без этих понятий невозможно изучение экономической теории. Почему? Потому что, когда мы изучаем труд с точки зрения экономической теории, экономических дисциплин, мы рассматриваем понятие труд, трудовой силы, рабочей силы именно с этих позиций. Потому что именно так мы можем увидеть динамику развития и реализацию своего предназначения. Но наша задача все-таки рассмотреть социологические категории понятия в экономике труда. В этом плане мы применяем иные, именно социологические категории, которые нам тоже известны. Это социальные процессы, социальные отношения, социальная группа, социальный статус, нормы поведения, ценностные ориентации, мотивация и адаптация. Все это помогает нам понять, что именно социология труда, она тесно связана со всеми экономическими дисциплинами, которые рассматривались до сегодняшнего времени. Вот в этом понятии, конечно, говоря о социологии труда, нам важно понять, а для чего социологии выяснять трудовые отношения и в чем социологический смысл экономики труда. То, что мы и должны раскрыть в нашем вопросе. Говоря о социологическом понимании, экономика и социология труда должна решать три главных задачи, три важных задачи. Говоря об этих задачах, мы выделяем, что первой задачей является изучение сущностей и механизмов экономических и социальных процессов в сфере труда. Почему? Потому что в сфере труда это не только экономический процесс, это и социальный процесс. Почему? Потому что ее основу составляют индивиды, индивид составляет основу всего общества, каждой ее сферы, в том числе и трудовых отношений. Далее, вторая основная задача – изучение факторов резервов эффективной занятости, формирование рационального использования трудового потенциала, повышение эффективности производительности труда. Естественно, повышение производительности труда как экономический показатель напрямую зависит и от социальных факторов. И именно повышая производительность труда, эффективность, раскрывая трудовой потенциал, социология как раз-таки должна и ответить на вопрос, а как раскрыть его, да? В чем задача социологии? Что необходимо предпринять? Какие условия необходимо сделать, чтобы у нас экономические показатели изменялись? И третья задача – выявление взаимосвязей социально-трудовых отношений с экономическими отношениями и процессами, вытекающими в экономике рыночного типа, ориентированной на социальное развитие. Ну, эта задача является, на мой взгляд, самой важной, потому что она характерна для нашего общества. Мы являемся экономикой рыночного типа, естественно, социальные процессы в наше время, они все более и более возрастают. Следовательно, экономика, труд человеческий – это не просто экономическая дефиниция, да? Это возможность взглянуть на эту проблему иначе, социальные точки зрения, да? Для того, чтобы поднять экономическую сферу, мы, конечно же, должны все больше уделять внимание социальной сфере. То есть, тем самым, как бы, дополняя экономику. Ну, и говоря о… выяснив эти задачи, я, конечно, хочу сказать, что социология труда, она рассматривает вопросы технологий, рассматривает вопросы затраты человеческой энергии. Обязательно, да? Почему? Потому что с точки зрения экономики человек – это производительная сила, но в то же время, с психологической точки зрения, человек, все свои усилия, направляя на труд, любой физический или умственный, производит затраты человеческой энергии. Это психофизиологическая сторона трудовой деятельности. Взаимодействие работника со средствами производства. Вы это прекрасно тоже знаете, да? Когда человек воздействует на средства производства, появляется так называемый труд непосредственно, да? Создание благ материальных. Ну, и, конечно же, помимо этого, человек вступает в отношения друг с другом, в так называемые производственные отношения, да? И эти отношения можно рассмотреть как по горизонтали, так и по вертикали. То есть это отношения друг с другом, это горизонтальная область и вертикальная область взаимоотношения работодателя с наемным персоналом, да? Если говорить в таком узком смысле. Ну, конечно, наша задача рассмотреть сегодня, что же такое социологическое понимание труда. И прежде всего, и перед тем, как мы обратимся к этому, давайте еще раз закрепим, что же такое социология труда. Она в социологии известна в двух смыслах. В широком смысле это исследование функционирования социальных аспектов рынка в сфере труда. В узком смысле поведение работодателей и наемных работников в ответ на действия экономических и социальных стимулов труду. То есть здесь уже поведенческий принцип, да, поведенческий принцип, в узком смысле он заложен. То есть как должны действовать работодатели на предприятиях, да, для того, чтобы поощрять своих работников на действия, на труд и действия непосредственно самих работников данной ситуации. Конечно, это большой ценностный аспект социологии труда. Социология труда является частью науки социологии, одной сферы ее исследования, да. Социология труда изучает структуру, механизм социально-трудовых отношений, а также социальные процессы в сфере труда. Социальные процессы, конечно, они являются всеобъемлющими. Почему? Потому что везде, где существует, везде, где есть человек, в какой бы сфере общества он ни находился, в экономической, в той же социальной, политической сфере, да, все равно существует определенная социология его действий, поведенческая теория, так называемая, да, ценностная теория. Почему? Потому что с точки зрения его поведения мы оцениваем всю его деятельность. Ну и социальная роль труда. Вот мы к ней добрались. Я хочу отметить, пояснив немного, что социальная роль труда выражается в развитии и совершенствовании производства. Благотворно сказывается на распроизводстве населения, повышении материального и культурного уровня. Вообще экономика и социология труда начинаются с проблемы формирования рабочей силы и с ее предложения на внутрь труда. Да, действительно, как только человек, обладая комплексом физических, интеллектуальных способностей, решается предложить свою рабочую силу, начинается непосредственный процесс вовлечения его в трудовые отношения, в социологию труда. Почему? Появляется субъект, рабочая сила. Почему? Отношения появляются производственными, допустим, с работодателями или со своими коллегами. Социальная роль труда, прежде всего, благотворно влияет, как здесь сказано, на воспроизводство населения, повышение материального и культурного уровня. Посмотрите, здесь уже взаимосвязь. Задача общества и социальной сферы – это, конечно, поступательное развитие общества, воспитание нового поколения, создание всех необходимых условий для воспроизводства, воспитания, образования подрастающего поколения. И в этой связи мы с вами все участвуем в этом процессе. Поэтому в этом и заключается социальная роль труда, чтобы достойно работать, достойно предлагать на рынке свои интеллектуальные возможности, это быть достойным, высококвалифицированным специалистом, для того, чтобы в дальнейшем работать, повышать свой материальный и культурный уровень и, естественно, воспитать подрастающее поколение достойно. Но это возможно, конечно же, только при наличии высокого образовательного уровня. Вот в этом плане, можно сказать, мы рассматриваем социальную роль экономики. Ну и, конечно же, наша задача сегодня показать, как же связаны наши две части темы – это экономика, социология труда и здоровье, здоровье и общество. Существуют ли между ними параллельные связи? Для того, чтобы нам ответить на этот важный вопрос, нам необходимо понять, почему же здоровье является объектом изучения социологической науки. Конечно же, нужно сказать, что социология, как молодая наука, которая появилась в начале прошлого века, не сразу включила в перечень своих важных проблем, проблему здоровья, проблему здравоохранения, как сейчас во многих источниках ставится эта проблема. Ну, конечно же, нужно сказать, что сама проблема здоровья, опять-таки, интегрируется с огромным количеством наук, здоровья, которые существовали с древних времен, и прежде всего в основе данной проблемы лежит философский аспект, опять-таки, ценностный аспект, о котором мы постоянно говорим. Здоровье с древних времен является одной из первостепенных категорий, которая изучалась человеком. Мы можем это с вами проследить и по истории философии, ну и, конечно же, можно отметить, что здоровье является составляющей человеческой сущности, ее важнейшая характеристика, ценность, отвечающая и соотносящаяся с жизнью человека. Также нужно сказать, что изучение человека является не только предметом изучения социологии, да, но и всех социально-гуманитарных дисциплин. И прежде всего, это проблема философии, как я повторюсь, да, проблема человека была еще понята в Древней Греции, и в связи с этим, конечно, подняв эту проблему, древние философы хотели показать, что человек является большой ценностью для мира, и все, что связано в его жизни, имеет для него большую ценность, в том числе и здоровье. Но, перейдя конкретно, нужно сказать, что еще Сократ выделял эту тему, также после Сократа выделяли Платон и Аристотель, уделяли теме здоровья большое внимание, да, мы находим это в их сочинении, оно отождествляется как добродетель, прежде всего, и красота. Но красоте древние греки уделяли, конечно, большое значение. Но у Сократа мы находим следующие слова. Добродетель – это некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность – болезнь, безобразие, слабость. Аристотель делит все блага на духовные и физические, причисляя добродетель к первой категории, здоровье и красоту – ко второй категории. Красота и здоровье в античные времена – это были неотделимыми понятиями. Где красота – это и есть ассоциация здоровья. Сейчас, если мы посмотрим, у нас как-то все равно есть небольшие расхождения, да, то есть человек говорит о здоровье, но, как бы, вернее, говорит о красоте, но не задумывается о здоровье, допустим, да. Хотя, действительно, древние греки, наверное, были правы, утверждают, что самой главной красотой является все-таки здоровье человека. Поэтому они и выделяют здоровье, как бы, с двух сторон – внешний и внутренний. Внешняя сторона – это эстетическое начало, оно выражено красотой. Тогда как внутренняя сторона характеризуется хорошим самочувствием, отсутствием болезни. И в этом плане это неотделимо. Но также нужно сказать, что на античности проблема рассмотрения здоровья не остановилась. В средние века, конечно, этой проблеме уделяли уже иное значение. Почему? Потому что изменилась вообще вся концепция философии миропонимания. И мы уже рассматриваем вопрос сохранения здоровья в средневековой философии как Божьей воли. Но на смену средневековым временам приходит эпоха Возрождения, новое время. И здесь, конечно же, мы уже видим огромное количество произведений, огромное количество философов, которые уделяют данной теме очень большое значение. В том числе я хочу сказать о Бекконе, в первую очередь, о взглядах Джона Локка, о Томасе Море, которые уделяют этой проблеме большое значение. Допустим, Джон Локк подвергает анализу здоровья в качестве основного условия счастья. Однако, в отличие от античных философов, не поддерживает эстетический подход к здоровью. Красота у Джона Локка находится на службе, у здоровья является его следствием. Но уже само то, что они уделяют этой проблеме внимания, в своих философских сочинениях, говорит о том, что проблема здоровья рассматривалась как одна из важнейших. Но говоря о том, что здоровье является предметом рассмотрения философии, которое перешло затем в социологию, нужно сказать, что в социологии она оформляется в качестве самостоятельной проблемы 20-е годы 20-го века. И в этом плане социологи начинают относиться к этой проблеме с точки зрения социологической проблемы. Ну, давайте рассмотрим. Социология медицины, так называемый аспект, присутствует на сегодняшний день в нашей науке, это раздел социологии, который изучает прежде всего систему здравоохранения, как подсистему общества. Социальные аспекты понятий болезнь и здоровье тоже входят в предмет изучения социальной медицины. Поведение людей в сфере медицины, опять-таки поведенческий аспект, да, то есть как люди должны себя чувствовать в сфере медицины. Почему? Потому что у нас очень такое разное мнение в медицине, да, люди не хотят обследоваться, не хотят уделять свое внимание своему здоровью. Мы должны как бы поменять это устоявшееся понятие, да, наоборот, показать, что государство делает все для того, чтобы человек шел и следил за своим здоровьем. В качестве социальной медицины она рассматривается как специализированная область социологии и медицины, которая складывается в середине прошлого века для социологического образования студентов. Ну и также нужно сказать, социальная медицина – это феномен болезни, образа жизни, что привело к соединению социальной и медицинской практики. Бесспорно, да, когда мы говорим о социологии и здоровье, мы понимаем, что это соединение практик, и она касается теперь не только медицинского персонала, да, здоровья населения. Это, будем говорить, наша общая проблема, где каждый человек должен следить за своим здоровьем. Ну, так же, как и в социологии и экономике, социальная медицина ставит тоже свои определенные задачи. В качестве таковых задач можно выделить изучение состояния здоровья населения, изучение динамики, которая происходит в показателях здоровья населения страны в целом, а также на региональных уровнях. В региональных и социально-экономических, экологических, и географических зонах, населенных пунктах, отдельных коллективах. И также научное обоснование условий и факторов, которые приводят к положительным и отрицательным отклонений в состоянии здоровья разных групп населения. Бесспорно, это задача, потому что такие маркеры нужны современному обществу. Мы должны понимать, что происходит в здоровье населения. Эти факторы улучшаются или понижаются. Если понижаются, то почему? Если улучшаются, то за счет чего произошло улучшение по сравнению с предыдущими? Мы должны научно обосновывать условия и факторы, которые приводят к отрицательным и положительным отклонениям в состоянии здоровья в различных группах населения, в группах, которые заняты тем или иным видом труда. Как влияет труд на здоровье данной категории людей, данной группы людей? Что необходимо предпринять, как необходимо менять эти условия для того, чтобы ослабить это негативное явление? Это, бесспорно, целый предмет рассмотрения социологии и медицины. Ну и, конечно же, подходя к предмету, а мы говорим, что это отдельная дисциплина, социология, здоровье, да, социальная медицина. Предметом социальной медицины является общественное здоровье. Здоровье всего общества. Но социальная медицина, в отличие от медицины как науки, изучает здоровье не отдельных людей, а здоровье отдельных социальных групп населения, здоровье общества в целом в связи с условиями жизни. Социальная медицина изучает также те науки, которые предшествовали ей, а именно социальная медицина, медицинская социология, профилактическая медицина, общественное здравоохранение. Вот они все существовали в обществе, но сейчас, до сегодняшний день, они объединены под понятием социальной медицины. Куда включается все? Наша задача научить, задача социальной медицины, научить человека всем тем приемам, которые будут способствовать сохранению его здорового потенциала на долгие-долгие годы. Это самая главная задача социальной медицины. Поэтому не зря вопросы здравоохранения ставятся в общегосударственном масштабе. В посланиях народу Казахстана мы всегда со стороны президента видим, что помимо всех иных моментов, в социальной сфере тоже уделяется большое значение. Ну и, конечно, мне помимо этого хотелось бы сказать, почему надо изучать здоровье социолога. Вот я бы ответила, вернее, мы бы попытались ответить на этот вопрос следующим образом. Ну, во-первых, здоровье — это высшая ценность на сегодняшний момент, да, и благо человека, условия реализации его способностей и сущностных сил. Не зря, да, это понимали еще древние мудрецы, уделяя здоровью такое пристальное внимание. Поэтому мы тоже должны воспринимать здоровье как высшее благо, как высшую ценность, неприходящую ценность, да, которая имеет способность убывать, да, с протяжением жизни. Поэтому мы должны относиться к нему как к высшему благу и беречь его. В этом смысле, да, мы понимаем, что люди рождаются каждый со своим потенциалом определенным, да, здоровью. Есть дети, которые рождаются на сегодняшний момент, но у них уже нет здоровья. Понимаете? Следовательно, это ставит под угрозу вообще его биологическое существование. Поэтому человек должен прививать к себе эти навыки ведения здорового образа жизни, да, следовать всем тем постулатам, которые социология медицины провозглашает для того, чтобы беречь эту ценность. Ну, во-первых, здоровье – это насущная проблема более половины населения мира. Естественно. Почему? Потому что поскольку это ценность и она как бы распределена неравномерно, да, большая часть половины населения нашей планеты, нашей Земли подвержена определенным каким-то заболеваниям. Это факт, да. Мы сейчас говорим, что невозможно найти абсолютно здорового человека, потому что так или иначе у него есть какие-то определенные заболевания. Наследственные, приобретенные, да, врожденные и так далее, которые проявляются, допустим, с годами. Вот в этом плане эта черта характерна для всего населения мира. Также нужно сказать, что низкий уровень здоровья населения – это угроза национальной безопасности любого государства, препятствие его социально-экономическому прогрессу. Бесспорно, конечно, с этим сложно не согласиться, что низкий уровень здоровья населения – это угроза национальной безопасности любого государства. Почему? Потому что мы не сможем постоять за себя, мы не сможем создать хорошую, здоровую армию, которая сможет нас защищать. И огромное количество людей, которые могут служить, охранять покой мирных граждан. Это все будет стоять под угрозой. В этом плане, конечно, задача государства и всего населения поставить эту проблему, и не только поставить, но и решать ее. Кризис общественного здоровья в России. Но вот здесь можно сказать, что в Казахстане тоже существует кризис общественного здоровья. Почему? Потому что мы постоянно смотрим по статистике, что болезни имеют тенденцию к омоложениям. Что у нас сейчас в основном сидячий образ жизни. Молодежь у нас меньше как бы вовлекается в своего рода такие подвижные виды спорта. И на это существуют определенные какие-то причины объективные и так далее. То есть это тоже как бы одна из таких проблем. Почему надо изучать здоровье? Почему надо культивировать здоровье? Почему надо культивировать здоровый образ жизни и занятия спортом? Ну и также нужно сказать, что возрастание роли социальных факторов здоровья, развитие теории методологии и социологической науки дает нам новые возможности в исследовании здоровья. Да, действительно, что огромный интерес к этой проблематике, он был, как я вам показала еще с древности, он остается до сих пор в нашей социологической науке. И я думаю, что еще будет долгое время оставаться главной проблемой, так как здоровье необходимо постоянно, постоянно поддерживать, постоянно за этим следить. Ну и говоря о подходах к исследованию психологического здоровья, допустим, психологии, поскольку здоровье, оно бывает всеми физическим, психологическим, да, и так далее, то психология тоже изучает определенные факторы психологического здоровья. Для нас, конечно, важно в обществе поддержание физического и психологического здоровья в нашей нации. Но говоря о исследованиях, можно выделить три подхода. Это, прежде всего, аксиологический подход, опять-таки, ценностный подход, его представителями являются такие ученые, как Масло, Кемпинский. Здоровье — универсальная ценность, занимающая определенные положения в иерархии ценностей, присущих человеку. Да, аксиологический подход как раз-таки и утверждает, что здоровье — это ценность. К этому и поэтому и он выделяется в отдельный подход. Аксиологический, бодрый, здоровье — необходимое условие актуализации высших возможностей человеческой природы, да, если человек имеет здоровье, он будет себя актуализировать, он будет выполнять свою задачу, он будет приносить пользу обществу, он будет себя реализовывать, другими словами, да, свое предназначение, своих творческих, умственных, физических возможностей. Комплексы Бюрей и Эванс, представители. Здоровье — это многомерный феномен, сочетающий в себе гидрогенные и качественно различные компоненты и отражающие фундаментальные аспекты человеческого существования. Главным в этом подходе комплексное изучение здоровья. Действительно, нам нельзя подходить к изучению здоровья только по отдельным каким-то компонентам, отдельно физическое, отдельно психологическое. Это комплексный подход. Наше психологическое здоровье, оно зависит от нашего физического здоровья, да, физическое здоровье зависит от нашего психологического здоровья. Мы никак не можем отделить эти две сферы, а мы единое целое, и когда у человека появляются проблемы со здоровьем, это влияет на всю нашу жизнь, на качество жизни, на то дело, чем мы занимаемся и так далее. Но также нужно сказать, что здоровье мы прежде всего выделяем как индивидуальное и общественное, индивидуальным это занимается у нас официальная медицина, прежде всего мы должны это понимать, это здоровье каждого человека в отдельности. Но каждый человек должен поставить себе задачу, что он должен следить и быть ответственным за свое здоровье, за здоровье своей семьи, за здоровье своих детей. То есть понимать, да, не когда случится уже болезнь, а всевозможное, как бы, опережать это время, опережать возможности, понимая, что, да, на определенном этапе человек, у него здоровье не стоит больше. И общественное здоровье это предмет рассмотрения социологии медицины, совокупное здоровье людей или здоровье всего населения страны. Этим, конечно, занимается социология медицины или социология здравоохранения, да. Ну вот, говоря об этих аспектах, мне хотелось бы еще привести несколько моментов под запись, я думаю, что было бы хорошо, да. Как же различные социологи интерпретируют социологию здоровья. Ну, во-первых, в структуру объекта социологии здоровья сходят следующие составляющие. Это индивидуальное здоровье индивида. Здоровье социальной группы и здоровье всего общества в целом. То есть мы традиционно говоря о категориях, мы делим, да, индивид, группа, общество. И, естественно, здоровье каждого индивида, это здоровье каждой группы. Здоровье каждой группы, это здоровье всего общества, всей нации. Поэтому, естественно, мы должны начинать, опять-таки, с индивидуального здоровья, да. Ну и рассматривать эту проблему комплексно. Также нужно сказать, что здравоохранение на сегодня является социальным институтом. Поэтому сюда входят все учреждения, которые, опять-таки, должны способствовать оздоровлению индивида, оздоровлению групп, оздоровлению общества. Коммуникационные процессы. При коммуникационных процессах главным темой является здоровье. В том числе правовое регулирование, правоотношения между различными субъектами и в отношении здоровья. Ну, естественно, для того, чтобы любой институт действовал, для того, чтобы те или иные, будем говорить, Если рычаги у нас в обществе воздействовали на людей, нам необходима правовая база, да, правовое регулирование. Этим и занимается коммуникационная часть данной социологии медицины. Что касается трактовки, нужно сказать, что на сегодняшний момент в социологической науке нет устоявшейся трактовки по поводу социологии здоровья. Она еще не выработана, и поэтому она не является общепринятой. Но в то же время, до сегодняшнего дня были различные попытки дать определение, что же такое социология здоровья. Вот я хочу привести несколько таких примеров. Социолог Дмитриева утверждает, что предмет социологии здоровья – это совокупность закономерностей и механизмов формирования и поддержания здоровья. Журавлева. Предмет изучения социологии здоровья – механизмы социальной обусловленности здоровья и его место в системе социокультурных ценностей, которые регулируют отношения человека к здоровью, а также место здоровья в системе человеческих ценностей. Также нужно сказать, что еще один аспект, который является очень важным, который на нас и постоянно приводит к этой проблеме – это не только здоровье, но и аспекты смерти с точки зрения социологической науки. Причины смерти, которые кроются в обществе и в его структуре. В этой связи мы постоянно изучаем социологию, демографию, социологию медицины, социологию здоровья изучают, почему существует смертность среди тех или иных групп индивидов, почему смертность молодеет и так далее. Как ослабить эти моменты, что необходимо сделать, чтобы уменьшить смертность среди населения страны и увеличить продолжительность жизни. Ну и еще один такой аспект – забота о здоровье, как часть повседневности любого человека. Мы должны, конечно, понимать, что здоровье – это каждодневный труд, прежде всего, да? Это ценность, которую мы должны беречь, но и здоровье мы должны зарабатывать, другими словами, да? Это поддержка гигиены, ведение здорового образа жизни, создание положительного образа человека, отсутствие вредных, губительных привычек, пристрастий и так далее. Все это формирует наше с вами здоровье. Поэтому в этом плане общество тоже должно проводить всевозможную работу для того, чтобы культивировать среди людей здоровый образ жизни. Ну и также мне хотелось бы сказать, что социология здоровья – это специальная социологическая теория, которая тесно связана с эмпирическими исследованиями, а также с общесоциологическими исследованиями. Эмпирические исследования предоставляют весь необходимый материал для развития социологии здоровья, а общесоциологические теории позволяют использовать общие теоретические разработки, модели и методы исследования. Социология здоровья связана с несколькими социологическими дисциплинами. социология досуга, социология труда, гендерная социология, социология семьи. Почему? Потому что в этих отраслях рассматриваются различные аспекты, которые признаны поддерживать здоровье. Режим отдыха как детермината здоровья, формы рекреации и здоровья, оздоровительный досуг, гендерные аспекты здоровья, гендерные проблемы здравоохранения, демографическая политика и так далее, здоровье работающих, связь профессий и здоровье, оздоровительная политика, семейный образ жизни как детермината здоровья и так далее. Вот в этом отношении хотелось бы сказать, что действительно, вглядываясь в эту проблему, изучая эту проблему, мы понимаем, что да, она имеет свое обоснованное состояние в социологической науке, достойное состояние. Не зря огромное количество социологов обращаются к этой проблеме. Ну и в конце наша задача, естественно, была понять, как же экономика соприкасается и взаимодействует со здоровьем человека. Существуют ли у этих двух проблем экономика и труд, социология труда и социология здоровья, социология здравоохранения, точки соприкосновения, как же они влияют? Естественно, все в обществе взаимосвязано, так же, как и в организме человека. И обращаясь к последнему моменту, я хотела бы выделить, что социально-экономические условия жизни населения, его отдельных социальных групп и каждого человека в отдельности, влияют на его здоровье прежде всего. Уровень развития производительных сил страны в целом и на каждой его территории, факторы общественных отношений, государственные и рыночные секторы экономики, то есть социально-экономические условия жизни населения, каждого отдельного человека, влияют на его здоровье. Отдельные социальные группы и каждого человека в отдельности. То есть мы зависимы от экономических условий, здоровье у нас зависит от того уровня, как мы живем. Также нужно сказать, что общественное здоровье зависит от уровня развития производительных сил страны в целом и каждой его территории. Поэтому наше здоровье, общественное здоровье, физическое здоровье каждого индивидуя напрямую связано с уровнем развития производительных сил в целом и каждой его территории. Ну и также, конечно, общественное здоровье зависит напрямую от факторов общественных отношений, государственного и рыночного сектора экономики. Чем выше уровень государства, тем больше внимания оно готово уделять здоровью населения. Почему? Потому что каждый государство, каждое общество понимает, что национальная безопасность, уровень экономики зависит напрямую от здоровья каждого отдельного человека. От каждой отдельной социальной группы. В этом кроется огромный социологический аспект. Поэтому социальная сфера в сфере экономики труда и здравоохранения является для нас наиболее важным аспектом. Ну, на этом моя лекция подошла к концу. Я хотела бы спросить, есть ли у вас вопросы по данной теме. Может быть, кому-то что-то было непонятно. Может быть, у кого-то есть какие-либо уточнения. Все было понятно, да? Тогда мы с вами встретимся на 7 часов занятий. И на следующем уроке мы придем к следующей теме нашего занятия. Все, спасибо за внимание.